добрый день уважаемые друзья шпонку будем долбить вот на этом фрезерном станок я его уже научил точить он у меня и точит и фрезерует и сверлит вот сейчас мы его будем мочить долбежным работа значит выставил я вот эту каретку с помощью этой каретки точу вот я здесь поставил индикатор и прокатался по пиноле выставил я чтобы она шла без перекоса сейчас мы этот индикатор снимем сюда закрепим резец резцом будем вот этим вот долбить обычный отрезной резец он как раз 3 миллиметра шириной как раз по моей шпонке сделая для него державку но это я сделал эту державку для токарного станка попробуем самый момент ее испытать и для долбления а сейчас мы попробуем ее поставить с помощью этого продолбить значит но прежде всего мы ее предварительно подожмем значит установил я прямо сюда в пиноль индикатор этот маленький рычажный и сейчас попробуем прокатиться как она идет а вот так он перекошен что же у нас неправильно еще раз на пять соток перекошен попробуем прокрутить вот сейчас вроде идет без перекоса и так без перекоса нормально вот резец выставлен и нормально следовательно снимаем это зажимаем хорошо снимаем наш индикатор долбить будем в этом вот патроне и закрываем сюда тулочку то есть нашу планшайбу которую мы будем долбить которую нам надо продолбить паз закрепляем ну все теперь совмещаем сейчас я наверно камеру переставлю поближе чтобы это все было видно теперь на какую глубину долбить согласно этот раритетной книжечке рекомендуется у нас диаметр вала 14 миллиметров свыше 14 до 18 миллиметров ширина шпонки аж 5 миллиметров должна быть а я уже прорезал там на валу ширина 3 миллиметра поэтому переделывать ничего не будем просто по этой книжечке посмотрим какая же у нее должна быть глубина глубина это аж аж тоже 5 миллиметров тоже 5 миллиметров делать не будем вот видим шпонка 5 глубина 5 шпонка 4 глубина 4 дальше если шпонка 3 сделаем глубину 3 и не будем заморачивать себе голову у нас эта шпонка крутящего момента передавать не будет она будет только фиксирующий элемент поэтому долбим глубиной 3 миллиметра теперь надо выставить по центру как это сделать ясно обкататься мы уже не сможем сделаем это с помощью обычного штангенциркуля меряем расстояния до резца 28 и 8 и здесь 32 32 и 16 32 плюс 28 это будет 60 61 значит 61 на 2 будет 30 с половиной и сделаем так что поделить этот размер пополам 35 десятых 30 51 30 50 все будем считать что у нас по центру ну все и теперь собственно процесс долбления значит долбить мы будем подавая вот этим суппортом так подводим у нас вертикальная подача цена деления две сотки раз не берет первый проход пошел посчитаем за сколько проходов оно снимет причем вот эту я вот не зажал я чуть-чуть подожму эту пиноль чтобы нам предохранить резец от поломки если будет большое усилие так она пиноль просто туда поедет ну вот и подаем если нам глубина 3 миллиметра ну по десятке будем брать наверное попробуем по десятке 3 миллиметра 3 миллиметра десятка 30 раз пройтись но сейчас посмотрим десятка пойдет или нет прошло ну вот видим много подал пиноль начал уходить чуть меньше десятки два два три подаю где-то по восемь соток может десятку много подал пиноль ушла чуть поднимем уходит чуть чуть подожмем уже слабо зажат ну вот так вот наверное по десятке чувствуется как там она выходит стружка выпадает значит процесс идет вот так вот оптимально где-то получается где-то по 6-7 соток вот я максимально приблизил чтобы виднее было подаем чуть-чуть чувствуется как она выходит и стружка там отпадает так она немножко щелкает видно что стружка выпала видно что стружка выпала уже наверно миллиметра два и прошли все вот сейчас померяем кстати надо нейтральное положение поставить чтобы случайно кнопочку не нажать да не закрутить его так ну уже там шпонка видна точнее шпонка паз уже виден посмотрим сколько он так сейчас там миллиметров пятнадцать сорок пять полтора миллиметра ну еще один дадим ну вот таким образом пойдем зажимаем много подал ну ладно будем крутить заодно испытаемый на прочность нацепь наш резерв так я не сказал что слишком большое усилие но есть померяем шестнадцать 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 два миллиметра ладно еще пару десятков дадим о это же хорошо что это выключил ну уже конечно не маразм конечно еще но вот это чисто сейчас пройдем такую чистую чтобы она выбрала все остальное да и хватит потому что такой же фланчик еще у меня с обеих сторон стоит ну все сжимаем не будем даже мерить мы потом шпонку по этому размеру подгоним вот что у нас получилось кажется даже глубоко вот шпоночный паз время ушло я не знаю сейчас по видео посмотрим минут наверно пять ну пять минут это нормально а так бы пришлось кого-то кланяться кому-то идти просить чтоб сделали вот так вот за пять минут у себя своими силами без сильного ущерба для станка ну вот такая получилась шпонка вот таким резцом обычным это вот уже идет долбление паза во втором фланце может быть я слишком приблизил они про не все показал сейчас мы отойдем чуть-чуть чтобы было видно полностью весь процесс так это делается подаем ручкой вращаем два подаем вперед в принципе не так-то этой долго где-то минут пять наверно на эту шпонку пойдет но 20 ходов надо сделать точнее 20 где-то 30 ходу а 40 если по 80 и на каждый ход 10 секунд то можно посчитать сколько 400 секунд 7 минут чистого времени вот и пошло и пошло проверяем хорошо я выключил вращение так бы я уже два раза вы его включи 15 47 там 16 едва но делаем сделаем чтобы они были одинаковые и в этой и в то чтобы эти глубины были одинаковые чтоб шпонки уже резать и на 15 56 еще то есть шесть десяток хватит я думаю уже причем что характерно я даже это не зафиксировал не зафиксировал это вращение никак любой момент перекрутить прокрутиться в общем то не прокрутилась все таким образом вот у нас появились получилось буквально может быть со всеми этими комментариями это самое я нарезал две шпонки на все про все ушло наверно полчаса никуда не пришлось ехать кланяться два шпоночных паза таких продолбили мы научили этого нашего как говорится помощника долбежным операциям теперь можно будет я дальше собираюсь у меня на станке гитары нету собираюсь делать полностью туда шестерни вот все шпонки уже умеет делать станок умеет делать ну шестерни я его научу делать шестерни на этом буду заканчивать это коротенькое видео подписывайтесь на канал и об этом станок будет много рассказывал потому что есть много снятого видео он станок хоть и фрезерный но умеет очень много и точить и фрезеровать и сверлить и вот как видим уже и долбить я на нем обрабатываю и диметалл и дерево так что подписывайтесь на канал будет интересно а на этом всем всего доброго до свидания до свидания